Здравствуйте, уважаемые участники рынка! С вами Аркадий Романович, автор торговой системы «Опережающий трейдер». В этом видео долгожданной трендовой линии. Я получил от вас огромное количество ответов, пожеланий по трендовой линии, причем не только на странице в YouTube, но еще и в Skype. Собственно говоря, чем было очень приятно, приятно удивлен. Я думаю, вы уже все знаете по поводу трендовых линий. Но давайте еще раз посмотрим. Итак, трендовые линии, как правильно натягивать, как их использовать с максимальным профитом. И, соответственно, в этом видео я расскажу, как я их использую для того, чтобы зарабатывать. Ну и обязательно досмотрите это видео до конца, потому что здесь очень много важной и полезной информации, благодаря которой вы сможете значительно увеличить количество прибыльных сделок и уменьшить количество входов в рынок, которые не совсем обоснованы, либо неправильных входов в рынок и так далее. Итак, давайте запишем для начала два тезиса. Первый тезис носит название «Два конца». Второй тезис носит название «Объективность». Второй тезис «Объективность». Сейчас я все объясню. Что значит два конца? Допустим, я выбрал валютную пару. Вот у меня сейчас открыта пара доллар-иена. И, соответственно, я хочу нарисовать здесь трендовые линии. Для того, чтобы нарисовать любую трендовую линию, необходимо иметь два конца. Два пика или два низа. Давайте мы это сейчас сделаем. Вот то, что я вижу на реальном графике. Я вижу, у меня есть один конец вот здесь. Один конец вот здесь. И даже три. У меня даже три получается, хотя мне достаточно два. Вот так. То есть, если я вот так проведу трендовую линию, я беру по самым пикам. Мы берем по самым хай, по самым вершинам. И в этом видео, кстати, я сейчас отвечу еще на один вопрос, который был вместе с просьбами о обучающем видео по трендовым линиям. А как правильно? По хаям или по ценам клоуз? Давайте, наверное, третий будет тезис у нас. Потом я все объясню. Третий тезис – это по пикам и по клоуз. Надеюсь, я понятно изъясняюсь. Может быть, кому-то не сразу будет понятно. Но это очень важно. Я стараюсь упрощать. Чем проще, тем лучше. Итак, два конца. Объективность по пикам и по клоуз. Что значит по пикам и по клоуз? У меня есть зоны предельные. Пик и зоны клоуз. Что значит клоуз? Мы объединяем не только пики, но и цены закрытия. Давайте посмотрим. Для этого мы можем перейти на цены закрытия и провести линию вторую по предельным зонам закрытия. Еще раз говорю, две зоны клоуз достаточно. Третью необязательно брать. Если есть – хорошо, нет – ничего страшного. Что я здесь имею? Теперь я перехожу снова на свечной график. И вот я имею две трендовые линии, которые составляют такой трендовый канал. Что это такое? Это объективность. Что значит объективность? Далеко не факт, что если рынок будет возвращаться сюда, он именно заденет вот эту трендовую. В данном случае самую предельную, верхнюю тренду. То есть я себе оставляю некое пространство для действий. То есть вот некую зону. Мне нравится вообще принцип зоны. Принцип зоны. Почему? Потому что там в этой зоне может произойти все, что угодно. И цена может, грубо говоря, отбиться вот здесь где-нибудь, задеть и отбиться. Я не могу не войти в рынок, потому что я жду сюда. Ведь мы не знаем, как рынок будет трактовать трендовый. Потому что очень много трактовок. И по хаям, и по клоуз. И так, и так правильно. И говорят, что надо по трем брать, пиком. И тоже правильно. Но мы берем максимально объективно. Потому что мнений очень много. Мы стараемся объединить все взгляды и получить для себя максимальный профит, максимальный результат. Поэтому два конца есть. Три хорошо, четыре еще лучше. Второе объективность. То есть мы берем по ценам пик, самые вершины. И по ценам клоуз, ценам закрытия. Тех же свечей, тех же зон. И восстанавливаем по пикам и по клоуз. Давайте посмотрим еще на примерах. Ну вот прям в реальных условиях. Давайте уменьшим немножко график. Посмотрим, что у нас здесь. Есть ли у нас здесь трендовый. Ну вот трендовое хорошее проходит. Вот здесь посмотрите. Вот у меня есть низ. И у меня есть низ. То есть два пика. Два низа точнее. Нет, этого достаточно. Я провожу по самым лоу. Внимание. И по ценам закрытия. Я могу перейти на цены клоуз. И провести по ценам клоуз. Здесь не видно. Сейчас секунду удалю. И по ценам клоуз. И у меня получится такой небольшой каналчик. Причем я рекомендую это делать, допустим, ну как я это делаю. Если я торгую, выбираю вариант среднесрочной торговли, там поддержать сделку день, два, три, то я перехожу. Сначала делают на H4. Затем перехожу на график H1. Давайте я сейчас это сделаю. Перейду на H1. И вот, собственно говоря, у меня вся картина. Идеальная картина происходящего. То есть я понимаю, что если доллар и иена сейчас двинется в эту область, то эту область я буду рассматривать как селл. Но при условии. То есть мне нужны будут здесь условия. Я не могу просто взять и продать. Потому что я считаю себя достаточно таким консервативным трейдером. Мне нужны здесь зоны конформации. Вот, кстати, курс, который у меня стартует. Точнее, обучение по торговой стратегии по поиску конформации. Которая называется Игра теней. Как раз таки посвящен именно свечным моделям, которые появляются вот в этих областях. И позволяют максимально точно входить в рынок. И тем самым безопасно, когда вы видите не только трендовую линию, но и подтверждение входа в рынок. Обучение у меня стартует 26 ноября. У нас будет 4-дневный мега интенсив. То есть одно только теоретическое будет занятие, где я покажу паттерны свечные. Причем некоторые из них мега крутые. И 3 занятия будут практически, будем торговать в режиме онлайн. Чтобы вы могли видеть, как они отрабатываются. То есть вот такой план. Если мы берем реальную картину. Причем, ведь что может случиться? Рынок может двинуться, грубо говоря, выше. Я буду уже эту зону рассматривать для селл. Понимаете принцип? Теперь давайте еще несколько трендовых. Вот обратите внимание, здесь еще одна трендовая. То есть у меня есть низ. И вот я опять соединяю. Посмотрите, здесь сколько. Здесь их очень много. Раз, два, три. Прям вообще идеально практически. Практически пипс-пипс. И также возьмем цену close. Но можно на... Давайте на 4 часа перейду. Все-таки договорились мы на 4 часах. И теперь на цены закрытия. Берем. Бум. Посмотрите, какая красивая, такая шикарная тренда. Посмотрите, как идеально цена идет. Можно прям, чтобы прям идеально, идеально. Давайте перфекционистами будем с вами. Вот. Все. Собственно говоря, я перешел на H1. И вот мой канал. То есть в этом канале, пока его не пробили вниз, я покупаю, 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 еще раз покупаю. Все предельно просто. Как действовать, если канал пробили? Принцип очень простой. Давайте я сейчас покажу. Кстати, напишите, пожалуйста, под этим видео, есть ли мне смысл делать отдельный видеоролик. По тому, как работать с трендовыми линиями в плане покупок и продаж. Потому что сейчас, наверное, уже не буду этого делать. Поэтому, если есть необходимость и вы хотите, чтобы я записал это видео, запишите в комментариях, хочу входить и выходить вовремя. Входить и выходить вовремя. Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Я обязательно запишу видео уже по трендовым линиям, как работать вокруг этого важного технического инструмента. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Ставьте лайк. Обязательно делитесь с друзьями в соцсетях. Обязательно это делайте. Делитесь добром. Делитесь полезной информацией. И обязательно вам воздастся непременно. Все, коллеги, прощаюсь. Большое спасибо за внимание. И до следующих выпусков.